Добрый день! В эфире ток-шоу «По правде говоря» на телеканале «Волгоград-1». Сегодня в нашей большой студии мы поговорим о развитии предпринимательства в Волгограде и о проблемах, с которыми предприниматели сталкиваются. В гости в студию мы пригласили депутата Волгоградской областной думы Михаила Александровича Таранцова, независимого юриста, коллеги адвокатов Волгоградской области «Легион» Дмитрия Артамоновичева, уполномоченного по защите прав предпринимателей Волгоградской области Ольгу Валентиновну Устинову и представителя одного из малых предпринимателей в Волгограде Николая Яковлева. Добрый день, уважаемые коллеги! Перед чемпионатом мира Волгоград лишился многих привычных нам мест покупок, каких-то товаров, мест отдыха. Сегодня к нам в студию пришел Николай Дмитриевич Яковлев, который представляет интересы известного в Волгограде, особенно тем, кто часто прилетает и улетает из нашего города, кафе, которое расположено неподалеку от Международного аэропорта Волгоград со своей проблемой. Николай Дмитриевич, расскажите вкратце, что привело вас к нам на канал? Вы знаете, обстоятельства, которые сложились в последнее время в отношениях между нашим «Аджаксом» и Международным аэропортом в Волгограде, они возникли еще с 2006 года. Проблема вся проста. Идет борьба конкурентов, идет борьба с ценовой политикой, которую проводит наш Международный аэропорт города Волгограда и мы. Цены наши несовместимы с теми ценами, которые существуют на данное время в аэропорту и у нас. Я буду говорить о аэропорт, чтобы не растягивать время. А в чем конфликт этот выражается? Ну знаете, если исходить вот так просто, посчитать чисто арифметически, люди, которые приходят к нам в кафе, платят там за чашку кофе 25 рублей или чашку чая 16 рублей. И в то же время эти люди, которые, улетая из Волгограда, пользуясь в терминалах услугами торговых точек, платят за чашку кофе 295 рублей. Разница, конечно, существенная. И не каждый человек может себе позволить, будем так говорить, такую чашку кофе взять и выпить. А вот что касательно нашей программы, она была построена не только на людей, которые вылетают из аэропорта. Она построена еще для того, чтобы обслуживающий персонал, который существует в аэропорту, он практически весь пользовался нашими услугами нашего кафе. Это и таможня, это граница, это ПДСА, АДП, метео, значит, санитарно-карантинные службы. В общем, все работники, обслуживающие аэропорт, пользовались услугами нашего кафе. И всегда были довольны, потому что приличные цены, хорошее свежее питание, значит, вот. Все это раздражало руководство, директорат аэропорта. И они, будем так говорить, каждый раз вели с нами с 2006 года неприберимую борьбу. Она временами затихала, временами возникали конфликтные ситуации. Ну, для примера, один директорат у нас дошел до того, что начал нас сначала третировать, сначала предлагать установить единую ценовую политику. Я так понимаю, что не совсем такую же, как они, как у них. Нет, именно свою, именно свою, для того, чтобы цены будут у нас одинаковые, и мы вас трогать не будем. Мы на это не пошли, потому что мы считали, что конкуренцию, если честно делать, то нужно ее делать по-честному. Мы отказались. Тогда они начали нам после угроз предлагать другой вариант. Говорят, давайте тогда так, чтобы вы у нас здесь на территории аэропорта могли спокойно существовать, вы нам ежемесячно будете выплачивать определенную сумму денег, которая будет, будем так говорить, для вас открытым доступом здесь, в аэропорту, вести свой бизнес. И установили цену где-то в районе 150 тысяч рублей в месяц. Вот, ну это, будем так говорить, по сути дела, вымогательство. Нам ничего другого не оставалось, как обратиться в компетентные органы, которые, допустим, провели следственные мероприятия, значит, и после этого оперативно вмешался следственный комитет, и эту идею пресекли на корню. Значит, после этого, этого директората теперь уже нет. Он, его уже нет в Волгограде. Ну, значит, я хотел сразу уточнить, а вот кафе, оно в собственности находится или арендует какую-то землю того же аэропорта? Дело в том, что если бы она не была в собственности, и здание, и земля, мы у федеральной службы по имуществу, значит, это прибыли, в 2006 году оформили свои отношения, вот. То нас бы давно уже раздавили, то есть, эти вот попытки продолжались все это время, но они упирались только в то, что это все в собственности. Им было очень тяжело с нами было, ну, будем так говорить, воевать. А то, что у нас есть основополагающие документы собственности на здание, на землю, это присутствует. Просто где-то чуть больше года назад новый директорат аэропорта решил оформить федеральную землю вокруг нас дополнительно, но это связано с чемпионатом мира. Они расширяли буферную зону, куда должны были подаваться автобусы для вывоза гостей с аэропорта в город, значит. Они увеличили где-то на 550 тысяч квадратных метров площадь, и мы попали внутрь этой площади. То есть, вас как бы окружили федеральную землю? Окружили со всех сторон, значит. Это вот был первый шаг. После этого, значит, последовала следующая ситуация. Нас собирали в областной администрации, значит, где господин Беков Роман Сергеевич ко всем предприятиям, которые находились по пути следования гостей с аэропорта до нашего города-героя, значит, потребовал организовать компанию по благоустройству территорий прилегающих. И реконструкции фасадных частей зданий. В эту компанию и в эту программу попали и мы. Мы в этой компании приняли участие. Все, что было предписано, мы выполнили в полном объеме. А это, значит, мы внутренний ремонт выполнили, значит, и наружно, и кассетными материалами. Облицевали фасадную часть по проекту. Проект у нас существует, который был согласован. Все это было выполнено, сделано и предъявлено перед чемпионатом мира. Мы все успели. Ну вот аэропорт каким-то образом зашивался, по-русски говоря. Начал искать возможность, каким образом, будем так говорить, закончить свои мероприятия, которые им были предъявлены для того, чтобы встретить гостей должным образом. И вот такие моменты. Вот обратите внимание. Вот эти вот фотографии, это как раз территория аэропорта, который они не успели к чемпионату, к 15-му числу подготовить. И что они придумали? Они придумали, говорят, давайте мы сделаем проще. Мы закроем вот это кафе, закроем вот этим забором. И сразу же и эта земля будет закрыта, и кафе будет закрыто. Значит, и деньги будут сэкономлены. Ну, насколько я понимаю, после чемпионата, после окончания игр забор не убран? Нет, не убрали. Обещали убрать? Обещали убрать. Вкусно. Более того, они даже ответ дали федеральной службе по имуществу, что забор данный является временным сооружением. И что, мол, никоим образом Аджак не должен предъявлять к нам претензии. Он же установлен на нашей территории и временно. То есть мы посчитаем, когда нужно, мы его уберем. Но это была политика, ну, будем так говорить, давно продуманная и единственная, которую могла бы каким-то образом наш бизнес уничтожить. И вот эта тяжба судебная, которая уже началась, она сейчас продолжается по сегодняшний день. А вот после того, как забор поставили, я так понимаю, что возникли некоторые проблемы у кафе с клиентами, которые просто удивились, увидев на этом месте забор и не увидев кафе. Конечно. Если говорить о ситуации, которая сложилась сейчас у нас в кафе, это как день и ночь, как было раньше. Ну, во-первых, поток посетителей уменьшился, ну, будем так, на 80%. Кафе, как таковое, уже перестало существовать. Мы горячие обеды не продаем. Только вот в магазинах запечатаны полуфабрикаты и, не более того, кофе и там чай по мелочи. Значит, мы делали сравнительный анализ, значит, упадка прибыли. Он уже у нас составляет больше 30%. Вот. Ну, и эта тенденция идет к уменьшению. Мы же должны платить за налоги, должны платить. Зарплату мы должны платить. Арендную плату должны платить. Значит, всего этого у нас на все это средств теперь уже не хватает. Получается так, что нам нужно убирать лишних людей, увольнять их, значит, или определять их судьбу каким-то образом. Это одно. Теперь жалобы со стороны сотрудников аэропорта, которые вот при таком раскладе, обходя вот этот забор, шагая по такой грязи, значит, ну, у нас пол книжки жалоб, книга жалоб там есть. Половина написана только вот на то, чтобы нам указывают, примите мир, это что за бардак, поставили забор, людям ни войти, ни пройти. Пассажиры с сумками, с чемоданами идут по площади, потом проходят 70 метров, доходят до терминала, где оплачивают за стоянку машину, и от него возвращаются обратно в кафе. Николай Анатольевич, ну, логичный вопрос. Вы сейчас с представителями, вот после того, как они забор поставили, общались с представителями аэропорта? Да, мы общались. Что говорят? Ну, будем так говорить, генеральный директор Дмитриев Сергей Евгеньевич, он открытым образом говорит, в присутствии областной администрации, говорит, ваш бизнес здесь будет уничтожен. А чем вы им мешаете? Бизнес, бизнес, бизнес. Вот и все. Наш малый бизнес, будем так говорить, неприемлемый. Если он считает там большим режимным предприятием, которое акционеры поддерживают не здесь живущие, а из Москвы приезжающие, то, конечно, он разговаривает здесь, имея большой административный ресурс. И разговаривать он может с областными властями, с районными властями, совсем в другом. Включения для ли вы? Да. Понятно. Насколько я понимаю, сейчас уже идет, вы инициировали судебный процесс к Международному аэропорту Волгоград. Да. Суть, вкратце, иска? Ну, иск у нас один. Мы хотим мирно существовать. Мы не хотим, не жаждем крови. Мы просто хотим, чтобы была здоровая конкуренция. Мы свое дело делаем в малом бизнесе, а не свое дело делать. Мы не должны мешать друг другу. Вот. А если вот так вот строить отношения, ну тогда просто-напросто как посмотреть там, допустим, на майские указы нашего президента Владимира Владимировича? Ведь кошмарит наш бизнес. Продолжает кошмарить. А власти местные на местах. Это он почему-то не видит. Они видят там, допустим, организации, которые, будем так говорить, приносят им определенные доходы. Я имею в виду в бюджет, налоговые поступления идут, все. А малый бизнес, который ни из чего делает деньги, платит еще налоги, организовывает рабочие места. Им почему-то не досуг оказать им какую-то поддержку. Вот эта политика непонятна вообще в области у нас. Почему она так складывается? Мы же тоже люди, мы тоже хотим зарабатывать деньги, содержать свои семьи таким же образом. Но почему такое холодное отношение? Более того, это идет не снизу там где-то, а с верхних эшелонов власти. Я так себе представляю, когда они в своих декларациях о доходах смотрят и окружающие тоже видят свои суммы, они, наверное, задаются вопросом, каким образом складываются эти суммы. Ну, у депутатов, у чиновников, у всех. Они же чувствуют, что каким-то образом нужно увеличивать заработную плату чиновникам и так далее. Значит, ну где они это будут черпать, когда уничтожается малый бизнес? Я думаю, что здесь эта политика неправильна. Михаил Александрович, ну вот действительно Владимир Владимирович Путин в одном из своих давних выступлений сказал, что кошмарить бизнес нельзя. Вы часто бываете, насколько я знаю, в аэропорту. Как вы считаете, эта ситуация, она нормальна вообще? Ну, я прежде всего хочу сказать, что глава государства не только когда-то давно, он к этой теме постоянно возвращается. И, кстати, вот тот майский указ 2018 года, где основные направления развития страны обозначены, там в том числе достаточно, на мой взгляд, понятные, конкретные ориентиры, сформулированные и в отношении малого и среднего бизнеса. Глава государства, сколько бы я его не слышал, везде, в каких бы аудиториях он не выступал, касаясь ситуации с малым и средним бизнесом, он везде говорил, что это наша опора, что мы должны помогать, поддерживать, что мы должны очень бережно относиться. Потому что, действительно, наш коллега абсолютно прав, когда сейчас выступал, когда говорит о том, что, действительно, люди из ничего, без какого-то особого, скажем, ресурса, не прося никакие власти, не беряя бюджетных денег или каких-то еще средств государственных, местных, они организовывают производство, они организовывают какие-то точки, там, сферы услуг, общественного питания, они делают полезное дело для города, для общества, для граждан, для жителей и так далее. И это большое важное направление. Я уж не говорю о том, кстати, если уж мы вспомнили главу государства, он часто тоже это приводит, что во всех развитых так называемых странах, на которые в части там уровня жизни, благополучия, развития экономики, нас призывают равняться, там вклад малого-среднего бизнеса в общее благополучие страны, в объем налогов, который уплачивается в налоговую систему различного уровня, очень и очень значительно. А у нас этот процент вклада малого-среднего бизнеса небольшой, и он все время под угрозой. Буквально сегодня прошло первое чтение бюджета области на 2019 год, и ряд депутатов с тревогой говорили о том, что планы вроде бы нормальные, по увеличению числа представителей мелкого-среднего бизнеса, чтобы этих предпринимательских структур было больше. А статистика говорит, что они уменьшаются. Количество их уменьшается, и 2017 год, и 2018 год, к сожалению, не исключение. Поэтому я как раз-таки вижу здесь очень серьезное расхождение между тем, что заявляется на уровнях власти, причем и на уровне первых лиц государства, на уровне правительства, депутатского корпуса Государственной Думы, на уровне Волгоградской области, то, что наши руководители заявляют, и та практика, которая реально складывает. Но секрета нет никакого. Очень многие вынуждены закрываться предпринимателям свое дело. Кто-то уходит в другие регионы, там перерегистрируется. И у нас, я считаю, мое личное мнение, может быть, со мной не согласятся присутствующие или телезрители, которые нас смотрят, но вот этот вот фон внимания к предпринимательству, он совершенно негативный, и как следствие то, что люди закрываются, уходят, и те проблемы, о которых мы говорим. Вот я внимательно послушал нашего уважаемого коллегу, но для меня очевидно, вот больше лично для меня можно больше ничего не говорить. Я считаю, он абсолютно прав, и главное, то, что было сказано, это нечистоплотная конкуренция в отношении них, и главное, их цены. То, что их цены намного меньше то, что есть в аэропорту. Вы правильно сказали, я в силу своих и служебных, и прочих обязанностей, я нередко прилетаю и улетаю из аэропорта Волгоград. Кстати, это проблема не только Волгоградского и московских аэропортов, потому что мы, волгоградцы, и там иногда, ну, есть необходимость что-то перекусить, поесть, цены запредельные. Но и наши волгоградские запредельные цены нашего аэропорта, они стремятся вслед за московскими. И, кстати говоря, пресса неоднократно уже на этот счет высказывалась на уровне федеральном, на уровне региональном, но влияния никакого нет на эти вещи. И то, что они со своими ценами, которые намного меньше, чем то, что там в двух шагах в аэропорту, конечно, они будут как кость в горле. Конечно, все будут делать для того, чтобы их не стало. На мой взгляд, это налицо, вот этот пример, и с одной стороны, нечистоплотной конкуренции, недобросовестной, и с другой стороны, это все то, о чем глава государства говорит, что этого не должно быть. И вот он конкретный пример, что все это происходит. На мой взгляд, я услышал, конечно, что дело там в суде находится, и понятно, если вот мы сейчас формально юридически будем подходить к вопросу, вот, ну что ты, вот ты депутат, что можешь делать? Да ничего, потому что, ну позицию могу высказать, там свое мнение могу высказать, но с точки зрения юридической, понятно, что дело в суде, и кроме суда никто решение не примет по этой спорной ситуации. Но я абсолютно убежден, что вы делаете правильное дело, вы снимаете очень важный материал и важную программу, потому что я вот не первый год варясь в этой каше, будучи депутатом, находясь во власти, я прекрасно знаю, когда наши руководители, когда чиновники хотят решить какой-то вопрос, то все решается быстро, все решается эффективно. Эффективно, причем не нарушая законодательство, сразу находятся и правильные статьи закона, и сразу находятся очень быстро и эффективные исполнители, кто бежит впереди паровоза исполнять эти нормы законодательства, и сразу проблемы разрешаются. У меня масса таких примеров за те годы, что я являюсь депутатом, поэтому думаю, что наша вот задача, как я ее сегодня вижу, все-таки этой передачей, вот нашим мнением, высказыванием нашей позиции, все-таки достучаться до наших властей. Суд, он идет своим чередом, и мы на него никак не повлияем, да и не можем влиять, это незаконно, и не собираемся этого делать. А вот повлиять на наши власти, чтобы заострить их внимание, привлечь внимание, потому что, ну мы же прекрасно понимаем, то, что мы сейчас обсуждаем, это один пример из многих. На самом деле, любого из нас спроси, родные, близкие, знакомые, соседи, это практика нашей сегодняшней жизни, которая мешает и развитию предпринимательства, и улучшению инвестиционного предпринимательского климата, а значит, в целом мешает всей области и всем нашим гражданам. Мне кажется, наша задача, вот, высказать свою позицию, достучаться до властей, заставить ее, эту власть региональную, обратить внимание, и, минуя суд, принять соответствующее решение, оставить людей в покое, дать им возможность нормально работать. Ольга Владиславовна, вы уполномочены по защите прав предпринимателей в Волгоградской области. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? Коллеги, ну, однозначно, проблемы есть. Ну, к сожалению, вот информацию о данной проблеме, но я владею несколько часов, поэтому глубокий там анализ, чтобы делать глубокое заключение, ну, необходимо, безусловно, ознакомиться с материалами. Но то, что проблема есть, это очевидно. Я больше вам хочу сказать, так, в расширении этой темы. Для бизнеса достаточно перекрыть трафик, поставить забор от проезжей части, проход, и выручка падает в четыре раза в первый же месяц. Ну, тут были другие цифры, более... Доступной среды. Да, бизнес достаточно убить, закрыв паркинг, парковку, перекрыв дорогу, и, собственно говоря, и все, и можно, собственно говоря, дальше не смотреть. Судебная перспектива, вот то, что пока я слышу, пока я вижу, для меня не, ну, я не выказываю того оптимизма, который, наверное, надо бы выказывать. Если мы говорим, ну, для меня сегодня вопрос, прям большой-большой вопрос, с которым надо разбираться, и мы, собственно говоря, с предпринимателем переговорили, что, ну, поняли друг друга, что нам надо встретиться даже больше не с предпринимателем, а с тем представителем, который будет представить интересы в суде, потому что вот из того материала, который я вижу, есть вопросы. Не совсем сегодня я готова согласиться с той тактикой, которую выбрала защита, но, опять же, это надо разговаривать, потому что мы не всей информацией владеем. Если мы говорим про кошмарить все-таки бизнес, я бы говорила о кошмаре, может быть, в другом там аспекте, да, но в данном случае мы имеем спор двух хозяйствующих субъектов, это для всех, опять же, очевидно, да, и факт, вот абсолютно верно Михаил Александрович сказал, возможно, мы могли бы усмотреть факт недобросовестной конкуренции, но в данном случае, опять же, у нас есть заключение с вами антимонопольной службы, в которой данный факт недобросовестной конкуренции в данном случае не установлен. Опять же, мне неизвестно, что конкретно, какие аргументы приводил предприниматель, то есть говорить, вот утверждать, что сегодня мы имеем факт недобросовестной конкуренции, к сожалению, это пока только мнение, не более того, данный факт, он сегодня не может быть подтвержден, ну, он не установлен, проведена проверка антимонопольной службы, они достаточно тщательно проверку осуществляют, вот насколько мы с ними работаем в рамках соглашения о взаимодействии. Вот, что, ну, в общем-то, я понимаю, в чем вопрос, как, опять же, мнение, как я предприниматель услышала, речь идет о ценовой политике, о том, что бизнес готов предложить качественную, аналогичную, ну, там, продукт, условно говоря, но по ценнику, там, на степень меньше, и он усматривает, что со стороны, ну, конкурентов, они их рассматривают исключительно как конкуренты, хотя для меня тоже, вот я, откровенно говоря, в аэропорт приезжаю, наверное, быстрее улететь, но это, опять же, такая индивидуальная позиция, наверное, в этом есть зерно. Что я бы предложила? С учетом, вот, пока всего вышеизложенного, я так понимаю, у нас такая будет достаточно объемная дискуссия, ну, во-первых, встретиться, посмотреть перспективу, но я всегда, коллеги, за досудебное урегулирование, либо за выход из суда через посредством заключения мирового соглашения. Здесь возможности уполномоченного ограничены, ограничены, прежде всего, законом Волгоградской области, здесь спор двух хозяйственных субъектов, со стороны оппонента, уважаемого предпринимателя, он может сказать, извините, а почему вы заняли сторону именно этого предпринимателя, у меня есть свои доводы. Именно поэтому мы всегда в данном случае отправляем в суд. Но, а вот чем, скажем так, уникальный институт уполномоченного, мы всегда даем рекомендации разъяснения по тактике защиты и предупреждаем, понимаете, нравится наша позиция, не нравится, мы не утешаем, мы не говорим, что все вот, да, вы правы, здорово это, мы говорим те вещи, которые зачастую не нравятся бизнесу, мы говорим, вот, описываем перспективу, в том числе, может быть, негативный характер, который может следовать. Из-за, на наш взгляд, зачастую неверной избранной тактики защиты своих прав. Очень-очень важно. Конечно, обидно, когда приходит там предприниматель, проиграв там все суды по два раза, да, и мы, опять же, если есть возможность налаживания контакта, мы выходим на органы, там, муниципального образования, там, на иные органы, с тем, чтобы попытаться зайти либо в мировое, либо найти иное, либо заходим с новым иском, там, находим новый предмет. Разная тактика возможна. Ну, в данном случае, я думаю, что нам надо садиться, думать, подбирать весомые аргументы, надо понимать, а что, собственно говоря, я не думаю, что вот, откровенно говоря, вот именно в лице этого малого предпринимателя они видят какого-то там, я не знаю, такого конкурента, который может каким-то образом убить их бизнес. Развиваться – да, налоги платить – да, рабочие места дать – да, но вот по ситуации, конечно, хотелось бы услышать с точки зрения оппонента, и я, ну, практически, слава богу, вот в течение того срока, который я нахожусь, мы всегда, практически всегда находим компромиссные решения. Но здесь выбор за предпринимателем, подчеркиваю, за предпринимателем, какой он взберет тактику защиты. Спасибо большое за мнение, мы еще вернемся. Дмитрий Александрович, вы как юрист, практикующий, вот из того, что вы услышали сегодня здесь… Да, спасибо. Деслективы. Ну, действительно, из того, что я услышал, потому что, как уже было сказано, всех деталей мы не знаем, такая ситуация и такие проблемы происходят повсеместно. Действительно, было сказано о определенной миграции бизнеса из нашего региона и, может быть, так немного более обширно о ситуации, если позволите, значит, с учетом своей, скажем так, практики и своих знаний, которыми я обладаю, что действительно где-то в каких-то случаях происходит определенное родопритеснение со стороны налоговых органов, казалось бы, из благих побуждений, из намерения пополнить бюджет. Где-то иные благие намерения движут правоохранительными органами и зачастую, но, опять же, мое субъективное мнение в силу, опять же, той практики, которой я обладаю, необоснованно определенного рода процессуальные проверки и уголовные преследования в отношении предпринимателей идут, потому что, обратите внимание, ну, ни для кого не секрет, то, что в настоящий момент очень много уголовных дел именно по налоговым преступлениям и, общаясь с предпринимателями из других регионов, они как-то диву даются, и, ну, опять же, я исхожу из той информации, которой коллеги по, скажем так, юридической практике и иные лица поясняют, что у других регионов, ну, такого нет, или если есть, ну, в меньших масштабах. И поэтому люди действительно вынуждены, и в том числе, вот, в силу иных причин вынуждены регистрировать юридические лица уже в иных, там, соседних регионах, дабы осуществлять свой бизнес, не боясь каких-то преследований, но, в частности, вот, за налоговые правонарушения и преступления, в силу того, что уголовное преследование и деятельность органов предварительного следствия осуществляется именно по месту совершения преступления. То есть, если он зарегистрирован в Волгограде, то, соответственно, это... Но при этом налоге, то есть, то, что зарабатываем, платим налоги, эти предприниматели платят... Совершенно верно. То есть, люди объясняют, что, приходя в другие регионы с теми производственными мощностями и с тем оборотом, ну, опять же, это их мнение, там, не могу воспринимать просто на веру, что их с радостью принимают, и даже порой какие-то более комфортные условия создаются, потому что, действительно, это рабочие места новые, это, действительно, отчисления, соответствующие в соответствующий бюджет. То есть, это благо. И, действительно, эта ситуация, она имеет такое развитие достаточно широкое. Что касается вот данной конкретной ситуации, если не в общем ситуации в стране и в нашем регионе, действительно, было сказано, что хорошо бы там любой худой мир лучше любой войны, но уже сейчас, я так понимаю, со стороны непосредственно предпринимателей были, насколько я понял, все меры досудебного урегулирования спора предприняты. Насколько они правильно были или неправильно, но, тем не менее, были письма, насколько я понимаю, да, были обращения. То есть, человек не просто взял и обратился сразу в суд, не прибегая к каким-то формальной переписке, не обращаясь в соответствующие органы, соответствующие инстанции. Действительно, при усмотрении определенного спора, любое должностное лицо, любой орган, в чей адрес адресовано обращение, естественно, как правило, указывает, что у вас имеется спор, там понятно, что в силу компетенции данное должностное лицо, ну, не имеет права как-то занимать свою какую-то сторону, должно в пределах компетенции разобраться, и, как правило, зачастую при наличии спора дается рекомендация, что обращайтесь в суд и в судебном порядке решайте. Но, опять же, исходя из данной конкретной ситуации, там, относительные перспективы, соответственно, никто, я думаю, из нас браться не будет, детально информации не владею, потому что тот способ защиты, который избран, ну, на мой взгляд, ну, достаточно очевиден, именно как для юриста. Если есть какое-то препятствие, да, как считает предприниматель, для развития его бизнеса и для функционирования бизнеса, действительно, нужно устранить это препятствие. Есть такое понятие, как негаторный иск, там, устранение препятствий в пользовании, да, и этот способ защиты избран, непосредственно, исходя из того, что я ознакомился с исковым заявлением, в данном случае речь именно идет о том, чтобы устранить препятствия в пользовании непосредственно объектам недвижимости. Сейчас уже было сообщено вначале о том, что и земля, и непосредственно кафе в собственности находятся, ну, и, соответственно, вот как предприниматель говорит о том, что вот этот забор мешает. Как уж в суде он будет доказывать, потому что в силу закона, в силу судебной практики, непосредственно истец, который обращается с иском в суд, он должен доказать ряд факторов. И по данной категории споров он должен доказать первое, самое основное, что действительно его права нарушены, и доказать, в чем это нарушение права, да, ну, и, соответственно, каким образом эти права будут восстановлены в случае удовлетворения иска. И я так понимаю, сейчас как раз работа представителей, юристов, которые сопровождают данный спор, это как раз-таки донести до суда именно позицию, которая вот должна укладываться вот в эти элементы. Относительно, даже если это вот к вопросу о том, что было сказано относительно мировых соглашений, да, действительно, мировые соглашения лучше заключать, их нужно заключать, но порой, к сожалению, противоборствующие стороны на начальных этапах не готовы просто к заключению мировых соглашений, ну, в силу разного рода причин. То есть сейчас мы, каждый из нас высказывает свое частное мнение, там, исходя из своего жизненного опыта, профессионализма, практики и так далее. Вот, но зачастую, действительно, может быть, даже благодаря этой передаче данная проблема из какой-то частного такого русла до плоскости перейдет в какую-то более публичную, что ли, потому что здесь действительно вопросы касаются не только исключительно одного субъекта малого бизнеса и аэропорта взаимоотношений, да, наверное, ну, это такой вот показательный пример, который, ну, наверное, должен заслужить внимание, что действительно, как говорят, цель оправдает средства, да, ну, действительно, вот я, как человек, который пользуется услугами авиаперевозчика, действительно, также летаю, пользуюсь, соответственно, услугами нашего аэропорта. Я уже сегодня высказал, что действительно я даже не заметил, что там есть кафе. То есть я увидел, как, конечно, все преобразилось в преддверии чемпионата, в период чемпионата, что, да, действительно, были произведены колоссальные вложения именно, что касается аэропорта. А что касается вот самого кафе, я его даже не замечал на самом деле. То есть вот когда я увидел вот на фотографиях, когда увидел на материале, видео, интервью непосредственно, тогда, да, действительно, я увидел, что, оказывается, есть кафе. Да, действительно, наверное, на тот момент, может быть, были проблемы, может быть, благие были, двигали благие какие-то цели и побуждения, чтобы, видимо, благоустроить, облагородить территорию, чтобы гости нашего города, иностранцы, видели, что у нас все хорошо и красиво. Но если этот забор носил действительно временный характер, и его цель была исключительно, ну, с какой-то облагоражения территории, именно временная, ну, наверное, очевидно, что эта цель уже выполнена, достигнута, чемпионат прошел, там, наверное, сейчас там худо или бедно, там, об этом мы не будем говорить, но он прошел. Ну, наверное, уже очевидна актуальность и необходимость в этом заборе отпала. Возможно, возможно, что здесь, как и обычно, вот в наших ситуациях, которые мы рассматриваем часто, это проблема конкретного человека. То есть забор возвели, какие-то деньги потратили, его же нужно демонтировать, на него же нужно опять изыскивать средства, это же расходы. Просто противоположной стороне, ну, может быть, на мой взгляд, очевидно, просто эти расходы ни к чему не нужны, и их это устраивает положение дела. Ну, есть забор и есть забор. Соответственно, нашего коллега, кто выступает здесь, естественно, этот забор беспокоит, и он связывает свои вот эти убытки напрямую с тем, что доступность ухудшилась и так далее. Вот, поэтому по вопросу необходимости сноса или несноса этого забора, возможно, суд и даже не даст, не будет такой эффективного механизма. Почему? Я просто поясню, что даже если будет решение суда в пользу предпринимателя, есть же апелляция, соответственно, которая может длиться еще какое-то определенное время, и потом, в конечном счете, стадии исполнительного производства. То есть, если сам должник, ответчик не будет исполнять это решение добровольно, то исполнение этого решения может занять годы. Почему? Потому что этим занимается служба судебных приставов. Служба судебных приставов самостоятельно, пристав не выйдет с киркой и лопатой, извините, там и не будет выкапывать этот забор. То есть, там есть определенная процедура и очередность перевлечения организаций, финансирование этих организаций, чтобы, соответственно, эти организации выполняли, соответственно, монтажные работы. Мы пригласили в студию еще предпринимателей, которые тоже пострадали в преддверии, в рамках проведения чемпионата. И как раз я хотел спросить по поводу исполнения решения суда. Насколько я знаю, вы уже закончили, даже не в Волгограде, судебные иски. Ну, началось все с того, что павильон у нас стоит, ну, в отличие от коллеги, у нас не в собственности, а у нас не в стационарный торговый объект. Вот, земля в аренде уже 18 лет. Вот, платили мы в город, в комитет городских земельных ресурсов. Вот, все было хорошо до марта месяца 17-го года. Вот, в 17-м году, в 17-м году нас собрала администрация Дзержинского района. Вот, и предложили в том плане, что у нас там якобы по этой новодвинской бардак. Вот, надо чемпионату сделать все красиво, все хорошо. Ради бога, представьте свой эскиз, план. Вот, ну, мы там все как бы нарисовали, все красиво. Да, там было как бы не очень все хорошо. Вот, представили туда, чтобы вот это будет так, а это может быть так. Как вы подготовили проектную документацию? Сделали ее? Ну, мы как сделали? Они сказали, нарисуйте. Мы нарисовали. Но когда мы пришли, только предоставили никаких там ни планов, ничего. Они уже нам сразу представляют свой план. То, что здесь будет галерея. Ваши павильоны здесь просто не нужны. Вот, вы должны их демонтировать. А вот вам места будут в этой галерее по двум сторонам. Хорошо. Вроде, ну, как бы нас сразу... Если вы не напишите заявление на эту галерею, вас несут, ничего вам не дадут. Хорошо. Мы пишем это заявление якобы о переносе в эту галерею. Хотим мы в галерею, туда-сюда. Вот, а потом, когда начали все это дело как бы ворошить, наняли независимую судебную экспертизу, вот, нам сделали экспертизу о том, что... Где нам предлагают место в этой галереи, там идет городской коллектор, туда запрещено что-либо ставить. Но это я говорю за себя. Не за всех, а я говорю за себя. Зачем закончилось вообще? Закончилось тем, что они нам дали договор 3 марта 2017 года до 31 декабря 2017 года. Хотя по закону должны были дать на 5 лет. Хорошо, спасибо большое Ольге Владиславовне, что она нам помогла решить проблему с администрацией. Мы судились, 5 заседаний прошло, 5 заседаний прошло. Вот, как бы опять же не в пользу нас. И, ну, Ольга Владиславовна решила этот вопрос полюбовно, все. Они с нами заключили доп. соглашения до 21 года. Все хорошо. Ребята, приводите в порядок. Все хорошо. Ваш изначальный павильон? Да, мы его приводим в порядок. То есть сейчас все хорошо? Нет, мы его приводим в порядок. Мы его красиво обшиваем. Все делаем красиво, все как они хотели. Все хорошо. Вот. Они приезжают, начинают его мерить. Не знаю, кто мерил какими-то рулетками там, чем, как мерили. Вот. Якобы у нас оказался больше павильон. Они составляют так. Ну, я вкратце скажу, что через два месяца после заключения доп. соглашения они с нами расторгают договор в одностороннем порядке. Мы начинаем... Договор аренды. А? Договор аренды. Договор аренды. Договор аренды. Земельного участка, на котором находился ваше павильон. Наш павильон, да. По причине? На право размещения, да. На основании того, что он больше и не соответствует виду. Типу один. Хотя тип 1, они представили в суд, что у нас тип 1, а потом ручки написали тип 2, но тоже какой-то... Суд принимает решение? Суд первой инстанции, у нас здесь в Волгограде, арбитражный суд принимает решение не в нашу пользу. Что происходит дальше? Суд прошел 8 августа в 12 часов дня. Суд закончился в 17.30, вся администрация приехала нас ломать. Сломали? Нет, не сломали. Не сломали. Благодаря людям, депутатам, которые есть в нашем городе, я не буду называть фамилии, который остановил всю эту деятельность в 21.40. Уже вечером приехал замглавы администрации и сам распоряжался, чтобы выносили, грузили. Нам поломали окна, поломали жалюзи, сняли двери. Все, короче, там все, обои порвали, все разорвали. Пригласили каких-то ребят. У нас есть видео, мы готовим это все в прокуратуру. Налили ребят, не знаю, откуда они их взяли. Ребятам по 16 лет, они приехали ломать. Вызвали милицию, милиция не отреагировала. А насколько я понимаю, после того, как суд принимает решение, дается 10 дней на обжалование. Я понимаю, тут предмет спора несколько иной был. Ну, все равно же, было судебное решение. А как, вот вы говорите, служба судебных приставов плохо работает, человек говорит, за три часа. Насколько я понимаю, не служба судебных приставов работала. Там, по всей видимости, могу предположить, наверное, они попытались реализовать. Просто вот дальше история, как бы, для меня умалчивает. Если в рамках абсолютно верного предпринимателя, я так понимаю, что сегодня вопрос-то не закрыт. У меня не на контроле данное обращение. Потому что на тот момент, действительно, претензии предпринимателя были обоснованы. Право было нарушено, право было восстановлено, восстановлено за рамками судебного, точно, по-моему, за рамками, не в рамках судебного, за рамками судебного заседания. Договор был подписан, заключен. Впоследствии представители администрации пригласили уполномоченного, но, ну, они считали, есть некого рода претензии к предпринимателю. Они пригласили, мы выезжали из выездной комиссии, что вот посмотрите, Ольга Владиславовна, кого вы защищаете. Вот, ну, пытались, собственно говоря, уличить бизнес в недобросовестном поведении. Но это не моя стихия, моя стихия защищает, да, а нападать это вот, пожалуйста, не ко мне, к другим. Вот, в настоящее время, вот, могу предположить, что опасно, что там, по всей видимости, предмет иска не могу сказать, я просто не отслеживаю вот вашу ситуацию, какой суд был вынесен там не в вашу пользу, с чем вы пошли в Саратов. Но, по всей видимости, они попытались не судебное решение реализовать, а решение о демонтаже. Я, ну, могу догадываться, я права или нет? Да, они нам показывали документы, документы. Там, действительно, вот поэтому сейчас Волгоград оперативно вносят, и это не только вот этот факт, да, это вопрос есть, потому что, поверьте... Это как бы яркие примеры. Но нормативка настолько сырая, нормативки почти федеральной нет, регулируем вот так по запросу бизнеса, а потом смотрим, как это работает. И вот сейчас, прямо до Нового года, должны быть приняты внесены изменения, во всяком случае, хотя бы по Волгограду, вот такого порядка расторжения договора, что предприниматель, порой это вот этот предприниматель, он хотя бы знает о том, что мы с ним расторгались. А у нас ведь были обращения, предприниматель вообще был не в курсе, что он расторгается. В свое время все, что с ним расторгнут договор, и у нас представили, он уже был только извещен, когда его на комиссию на демонтаж приглашали. И сегодня с нашей подачей, и город с этим согласен, он видит со стороны районов, скажем так, несколько очень внимательного отношения к неким субъектам, сегодня будет определен порядок расторжения договорных отношений. То есть изначально, если выявлено нарушение, то вот о котором предприниматель говорит, во-первых, должна быть осуществляться проверка, ну, извините, не проверка, это по-другому, а по обследованию, в присутствии аренда, либо, извините, не арендатора, стороны по договору, либо вашего представителя. Это первый важный момент, что очень важно. Что они делали без меня? Коллеги, но сегодня нет этого, сегодня только принято, вот только сейчас есть проект, вот буквально вот в течение, ну, наверное, этой недели, потому что в планах до Нового года принять эти изменения в нормативный правоакт города-героя Волгограда. Это первый очень важный момент. Второй момент, дать, если нарушения установлены, без применения каких-либо штрафных санкций, дать возможность предпринимателю устранить эти нарушения, войти в правовое поле, исполнить со своей стороны, ну, является подтвердить фактически добросовестность своего исполнения договора. Если по истечении срока, ну, условно говоря, назначается повторное обследование, и если не устранено, ну, тут уж извините, да? Сами виноваты. Ну, опять же, надо смотреть, вот я бы на этом этапе, спасибо вашей передаче, уже бы предлагала бизнесу включать, подключать нас, да, как, ну, тех лиц, которые исключительно работают в рамках защиты права и иных функций не исполняют. Вот на повторное обследование, я думаю, лишним не будет представитель с аппаратом полномочного, и если со стороны бизнеса, а, были нарушения, б, они устранены, договорные отношения сохраняются. И у нас было масса вот таких примеров расторжения договорных отношений. Я вам хочу сказать, вот тот пакет у меня зашел одновременно, порядка семи обращений, все договорные отношения восстановлены, в том числе с подачи, были обращения со стороны депутатов Волгоградской областной думы, были, ну, обращения, по всей видимости, ну, безусловно, они обращались по всем инстанциям, в том числе и в Волгоградской областной думе, мы дали ответ, что договорные отношения возобновлены. А вот тоже часть исполнения, мы с уважаемым коллегой тоже говорили, очень важно, договорные отношения непростые. Действительно, просматриваем, где проседаем, надо делать максимально прозрачно и просто. Эта проблема реально есть, ее надо разрешать, я думаю, до Нового года она будет разрешена, в части досудебного устранения вот этих недостатков с целью сохранить договорные отношения. Нет, у нас сейчас... Не в аренде земли, а в размещении, направо размещение нестационарных торговых объектов, это совершенно другая сфера. Да, мы это поняли. А что сейчас происходит? У нас сейчас проблем как бы досудебного нет. Мы в Саратов подали апелляцию, вот, мы выиграли в первом заседании, суд рассмотрел все наши доводы и признал полностью решение арбитражного суда отменить. Вот, потому что то, что они представили, якобы без нас они делали эти акты обследования такими-то рулетками. У нас есть все заключения специалистов подтвержденные не просто так вот, как они рулетками мерили, а все как положено, как положено по закону. Но дело в том, что 8-го числа, когда у нас прошел здесь суд, заседание, они нам его раскурочили, у нас ушли арендаторы, к нам больше никто не пришел. 6-го числа мы заключаем договор, они 8-го просто начинают ломать, крутить. Люди, покупатели стоят, они при них ломают. У нас есть полностью видеоматериал. Опять же, предприниматели, видите, они на тот момент обратились, а потом, я же не могу, но мониторит, да, я не работаю. Так, Ольга Владиславовна, я вас перебью. Так, хорошо, прошло решение суда. А Саратов когда был? Я извиняюсь, может быть, вырезать потом это? Ну, мы, Саратов, ой, Саратов был, сейчас. Я просто хочу сказать, что... Куда-то назовите, я буду. А, а, 13-го октября. Спасибо. Вот, нас вызывали, когда, полторы недели назад, нас вызывали в комитет по финансовому развитию, правильно? Нет, управление по экономическому развитию, да? Комитет? Елисеев, она Евгения. По развитию финансовых инвестиций, да. Вот, ну, как бы урегулировать, урегулировать с администрацией, как бы вот могли вы, ну, чтобы вот все было хорошо. Да, задача. И предлагают нам опять такой вариант. Мы выиграли в суде, они нам предлагают опять такой же вариант. Ребята, вас место в галерее ждет. Разломайте свой павильон и за свои деньги построите в галерее павильон. Зачем я буду ломать свой павильон, где подведены все коммуникации, все, он стоит красивый, хороший. И буду строить новый павильон в галерее. Для чего он? Вот нестационарная торговля, она действительно, вот риски нестационарной торговли, вот здесь, почему я говорю, надо очень четко понимать, разделять, есть ли здесь земля в собственности, объект в собственности, понятный вопрос, суть вопроса, понятный. Здесь аренда. Что касается нестационарной торговли, вот, ну, действительно масса была вопросов, которые предприниматели поднимают. Это очень было непросто, поверьте, даже вот на таком этапе, на каком-то, ну, вот предприниматели знают, что там было и другое, мог быть менее оптимистичное развитие событий. Вот, все, что связано с нестационарной, суть и в рамках 381-го, это объект, не привязанный, условно говоря, строго к адресу. Даже когда земля у нас была, договор аренды земли, нам было проще отчасти, был определенный, ну, земельный участок, определенный, когда стоял номер, стоял на казахстовом учете, там были некие обременения в части, там, исполнения договорных отношений, договор аренды земельного участка. Сейчас, конечно, вот нестационар, ну, федеральный закон сказал, что нестационар, вот такие риски есть. Как от этого, вот я говорю, с нормативкой работаем, да. Я понимаю, у нас занимали 18 лет, мы были, все было хорошо. Дестационарный торговый объект 18 лет. Все было хорошо, каждый год продлялось, приезжаешь в комитет земельных ресурсов, продляешь, красивая папочка, все хорошо. Но когда передали Дзержинскую администрацию, во-первых, в пять раз они повысили налог на землю. Пять раз, не в два, пять раз. Скажите, вот у вас на Красном Октябре, насколько я понимаю, тоже расположен объект, достаточно спорный. Что за ситуация у вас? Ситуация простая, банальная. Я по результатам аукциона в 2013 году с Мингосимуществом Волгоградской области выиграл право аренды на земельный участок на пересечении Пельша и Реминг. В 2013 году был договор аренды. В связи с проведением чемпионата мира и изменениями в земельном законодательстве стали плавно переходить в договора на размещение нестационарных торговых объектов. Хорошо. Написали соответствующее обращение в администрацию Краснооктябрьского района. Это был, по-моему, 2016 год. Просим перезаключить с нами договор на размещение. Администрация полгода игнорирует. Мы обращаемся с иском в суд. Суд, пожалуйста, обижите администрацию исполнить их законное право. Полгода почти идет суд. Перед буквально последним решением тот глава администрации заключает с нами договор на определенных условиях на размещение. И после этого меняются уже три главы в районе. В этом году администрация Краснооктябрьского района с третьим по счету главы заявляет мы не знаем, у нас этого договора нет. Где он есть, мы ведать не ведаем. А ваш павильон незаконно стоит. У вас-то есть копия? Конечно. Оригинал, который представлен в суд. Да. И в итоге, что получается? Мы все эти годы при наличии договора обращаемся в администрацию района и города с заявлениями о включении все-таки этого места в новую схему. Наше заявление не рассматривают вообще. Это установлены ФАСы решением суда по арбитражным спорам. Вместо этого другой предприниматель обращается, откровенно, я уверен, пролоббировав свои интересы в администрации, на это же место, но под другим адресом оно обозначается. Только уже не 18 метров, как было у меня, а на 80 метров. И администрация в это время пока игнорирует мои заявления на включение этого места в схему и на продление нормальных отношений. Они включают его в эту схему. На этом же самом месте, что установлено проверкой прокуратуры и ФАС. И предоставляют место 80 квадратных метров. После того, как ФАС вывела эти нарушения, внесло предостережение главе города и прокуратура отреагировала, что делает администрация района? Она не успокаивается и не возобновляет со мной нормальные коммерческие отношения, чтобы я продолжал стоять на этом месте, как должен стоять по закону. Чтобы я продолжал платить соответствующие платежи, как раньше это делал. Они меня сносят, объект полностью уничтожают, не уведомляя меня даже об этом. И игнорируя указания городской администрации о том, что снос может быть произведен на этой улице только по распоряжению департамента городского хозяйства. Нарушили десяток нормативных актов, снесли. Но вместо этого они сохраняют это место за предпринимателем другим, площадью 80 квадратных метров. И недавно мне прокуратура района прислала ответ, что она не совсем на этом месте теперь, потому что в конце сентября, уже в тот момент, когда меня сносят, они его дополнительным соглашением перемещают на несколько метров в сторону. Обращаю внимание присутствующих. У меня в 2013 году этот объект стоял один на пересечении этих улиц. Сейчас там их стоит уже пять. Все законно, кроме моего. Ну, где конкуренция, где поддержка предпринимательства и где здравый смысл. Извините, а чем торговали? Шиномонтаж. Оказание услуг населению по шиномонтажу стоит прям... А сейчас что там? А сейчас ничего, сейчас снесли, разрезали павильон. Нет, вот тот объект, который новый, 80 квадратов. Ну, его там рядом строят, как мне говорили, я сам не видел, но сказали, что в нескольких метрах от этого места строят новый павильон, 80 квадратных метров. Напрашивается вопрос, почему мой павильон там стоял незаконно, и все об этом говорили, и во всех инстанциях мне об этом твердили. Вместо этого на этом же перекрестке поставили пять новых объектов, и говорят, а все законно. Где закон, где равноправие конституционное, где защита прав граждан и приоритет интересов конкретного гражданина перед государством. Вот я в этой ситуации абсолютно не увидел. Я потратил почти 300 тысяч только за право приобретения этого места на аукционе в 2013 году. В итоге, что сейчас? Павильона нету. Нет, ничего нет. Есть бумага, договор, и, собственно говоря, больше ничего нет, и потрачены нервы, потрачены деньги. И, то есть, вообще полностью во всем отказ. Вы обращались к уполномоченному? Конечно, обращались. Обращались, уполномоченные-то держат на контроле своем соответствующей проверке. Я могу сказать, что история не закончена, на самом деле, потому что есть позиция предпринимателя, вот абсолютно четко изложена. И действительно есть такой вот, опять же, это вот все, что я говорю, этот случай и не стационарка. Есть объект вот так, а есть объект вот так вот. Либо вот так конфигурация. Вот на том же месте, только вот так. Это уже другой объект. Вот так вот у нас выстроен закон. Вот есть вот так объект, вот на метр его сдвинули и вот сделали другую конфигурацию. Это уже некий другой нестационарный объект. И вроде бы как бы... А вот смотрите, я просто с данным вот коллега, мы, ну, масса обращений. Я, к сожалению, вы меня поправите, если я вдруг говорю не о том обращении. Действительно, договор, ну вот, к сожалению, информация о том, что есть оригинал договора, ну, вот эта информация для меня открытием. Потому что все говорят только о копии. И где органам местного управления, совершенно верно, предприниматель абсолютно четко высокую позицию, с этим он и обратился, говорит, а у нас никогда такого договора не было. Никогда он не зарегистрирован. И так как в мой-то адрес тоже, собственно говоря, копия представлена была, я даже провести какую-то либо экспертизу, сделать заключение, действительно, о подлинности договора, но мы, а, не в праве, у нас нет такого полномочия, б, ну вот для меня просто вопрос, который, возможно, надо будет к нему вернуться в части, а представлялся ли оригинал и делалось ли по нему заключение в части достоверности, подлинности, подлинности данного договора. Потому что, да, потому что вплоть до того, что я говорила органам, давайте, окей, если он, если документ недостоверный, не является, ну, не является достоверным, давайте вот так я корректно скажу, привлекайте, докажите, привлекайте, обращайтесь к правоохранительному органу, пока у вас нет заключения о том, что оригинал, представленный предпринимателем, является, ну, активным. Подделкой. Пальсификатом, да. Мы не можем, понимаете, мы не можем это мнение высказывать. Не готовы, коллега, сейчас сказать, вот в этой части представляли ли вы оригинал, мне в оригинал точно не представляли, ну, потому что оно и не надо, собственно говоря, в адресу полномочия, но достаточно копии. Вот этот, вот этот случай, если сейчас предприниматели реально вот то есть право и оно в наличии, если мы его не восстановим, это будет опасный прецедент, который приведет к переделу рынка, о чем на всех площадках уполномоченных говорит. Когда говорили, что, ребят, ну время настало, я не увязываю это с какими-либо там событиями. Время настало. Волгоград в том виде, в котором был, бизнес кричал о том, что мы хотим сделать, благоустроить, мы хотим сделать внешний вид. Но только почему-то одни хотят, а другие просто приходят и на этом же месте делают. Знаете, в чем проблема? Бизнес сказал о том, что мы, ну, во всем случае, бизнес-сообщество все заявило о том, что мы готовы сделать, нам самим надо бизнес, ну, уже, извините. 21 век. Да, и совершенно тот формат киоск Мальборо, он не актуален. Мы готовы актуализировать объекты, но дайте нам гарантии, потому что это стоит даже, извините, это достаточно, так скажу, я не буду обозначать сумму, это стоит средств, которые в бизнесе, извините, невменяемых нет. Они должны просчитать свои риски, свои затраты. Ассортиментный перечень по отношению к реализации нечерезненционного торгового объекта федеральным законодательством, ну, скажем так, достаточно ограничен. И вот сказали сразу, когда в рамках благоустройства, которое тоже вызывает массу вопросов, была часть объектов исключена по данному основанию, это областной закон, были исключены схемы и были предоставлены компенсационные места, кто-то действительно воспользовался этим правом, там, условно говоря, с 20 метров взял в другом месте 200 метров, а кто-то не сумел воспользоваться, потому что там, где ему было интересно место, ну, некому ему, а, не предоставили, бы отказали, появился, ну, по разным причинам. Так вот, если сейчас, а эти вопросы, еще раз повторюсь, спасибо вашей площадке, если сейчас иные хозяйствующие субъекты скажут, так, ну, вот там место-то раскачано, и там был хороший предприниматель, почему бы мне туда не встать, вот под некой, под на метр дальше на этот, вот я как уполномоченно ответственно заявляю, я не фея, но я сделаю все, чтобы не допустить передела в данной сфере. Я хочу еще раз акцентировать внимание, что два последних примера, которые мы рассмотрели, это объекты нестационарной торговли, это киоски, лотки на рынках, проходных местах, где мы покупаем овощи, фрукты, чиним шины, покупаем булочки, а первый случай, который мы рассмотрели, это объект стационарной торговли, кафе, взлет на территорию международного аэропорта Волгоград. Скажите мне, пожалуйста, Николай Дмитриевич, насколько я знаю, территория и само здание кафе, оно было благоустроено прямо перед чемпионатом мира, как раз-таки по пожеланию, скажем так, администрации Волгограда. Вы посадили газон и сделали брусчатку. Это так? У нас были в проекте совсем другие возможности провести благоустройство. Денег много потратили на эти изменения? Если так говорить, вот я только 2 миллиона потратил на то, чтобы сам павильон привести в надлежащий вид, 2 миллиона вложил. И еще за счет своих средств вложил 150 тысяч рублей, вложил на то, чтобы положить брусчатку для того, чтобы на той территории, которой должны благоустраивать аэропорт. Мы уже пошли и на это, чтобы, ну будем так говорить, люди не спотыкались, не по грязи ходили, значит, приходили на наш объект. Мы взяли на себя это, заплатили деньги, нашли людей, которые все это сделали. Они посчитали совсем по-другому. Они решили удешевить свой проект. Просто это проще поставить забор, чем стелить этот травяной настил, который, ну, несколько... Ну и как бы все ваши 2 миллиона, насколько я понимаю, оказались просто за забором, и их никто не видит. Да, вот эти 2, они здесь, вот этот забор, вот они там за забором наши 2 миллиона, которые даже некоторые и не видят. И говорят, ну а что, вы там умерли, наверное, уже все, у вас там нет и все. Ну как можно работать в такой ситуации? Мы сегодня пригласили в студию руководителя Центра поддержки граждан Партии «Справедливая Россия» Юрия Федоровича Бабичева. Юрий Федорович, вот скажите, вообще часто приходит бизнес, понятно? Приходят по коммуналке жалобы, приходят там всякие разные, да, от физических лиц. Вот бизнес часто обращается в ваш Центр поддержки? Знаете, бизнес обращается довольно часто, но мы переадресовываем данных граждан именно по профильному направлению, потому что в этой части им смогут оказать более квалифицированную помощь, и все-таки есть организации, которые на этом специализируются. Наш Центр направлен на помощь конкретно гражданам, как физлицам. Но, вот в данной ситуации с кафе в аэропорту, мы считаем, она не только в разрезе правового поля, это спор двух хозяйствующих субъектов, и, несомненно, здесь точку поставит суд. Но мы считаем, что здесь нужно посмотреть, и я думаю, вы нас для этого пригласили на эту передачу, чтобы посмотреть еще и с другой точки зрения на эту ситуацию. Вот мне кажется, что, если я правильно понял выступающего, что все проблемы и камень преткновения оказался в том, что данный предприниматель отказался участвовать в сговоре по организации монополии цен на продукты питания в нашем международном аэропорту. Я правильно вас понял? Да еще, похоже, и пожаловался соответствующие органы. Так вот, если это является одним из ключевых аспектов возникновения спора двух хозяйствующих субъектов, мне кажется, здесь есть еще и сторона политическая вопроса, сторона социальная вопроса. Почему? Потому что в сегодняшнем разговоре я услышал фразы «споры хозяйствующих субъектов», правовая оценка. А когда же мы начнем думать о людях? Тысячи граждан, малоимущих, со средним достатком, десятки сотрудников аэропорта с малой зарплатой в этом кафе питались, в этом магазине до сих пор покупают продукты. Этот спор хозяйствующих субъектов ставит их в неравное положение перед людьми с хорошими достатками на здоровое питание горячей пищей. Разве это не вопрос власти? Разве это не вопрос социальной справедливости? Разве, если власть дистанцируется от рассмотрения с этой точки зрения вопроса, это не подрыв ее авторитета? Потому как предприниматель больше в нее верить не будет, если ему с этой точки зрения он поймет, что государству он не нужен. Почему мы с этой стороны не смотрим на эту проблему? Я считаю, что эта все-таки проблема заслуживает внимания общественности, заслуживает внимания политических деятелей, заслуживает внимания исполнительной власти, если она хочет показать и показывает нам о том, что ей не все равно на тех людей, которые не могут себе позволить бешеные цены в аэропорту, которые не могут себе позволить, если они на перекладных и они оказались у нас в аэропорту гостем, и этот человек едет, он пенсионер, он простой рабочий, он не может себе позволить тысячу рублей позавтракать, это дневной бюджет его семьи. Почему? Из-за того, что есть группа лиц, которая сделала сговор, установила монополию цен. Ну мы не можем в эфире утверждать это. Ну как же вот человек говорит, что у него есть факты? Факт, он становится только после доказательства в суде. Давайте, если мы... Мы не можем это утверждать, но не предполагать этого. Мы можем предполагать, не утверждать. Поэтому, таким образом, я предлагаю в этой передаче посмотреть с этой точки зрения, посмотреть, как в этой ситуации становятся заложниками простые бедные граждане, которые находятся у нас проездом, которые от нас улетают. Те сотрудники аэропорта с небольшими зарплатами у нас далеко не тюмень здесь по доходу. И вот давайте посмотрим вот с этой точки зрения на ситуацию. Мы, вот я представитель партии, да и как гражданин, я категорически против политической монополии и экономической монополии, которая ухудшает реальное положение граждан, тем более малозащищенного. Я попрошу передать микрофон. Скажите, вы работаете в такси. Я так понимаю, что люди очень часто, мы по себе знаем, езжу в аэропорт, встречать, провожать, улетать, прилетать на такси. Вы туда ездите достаточно часто. Пользовались до установки забора кафе «Взлет»? Да, просто не могу отъехать, подъехать там, там забор есть. До этого пользовались? Да. А сейчас? Ну, сейчас нет. Почему? Да, забор есть там, не могу просто отъехать, подъехать. Ну, поставили машину, пешочком дошли, обошли, зашли, не получается, неудобно? Неудобно. Далеко и платно. Где сейчас обедаете? Вообще не обедаете, да? То есть вы в аэропорт не ходите, цены кусаются, правильно? Да, да. Я всегда говорю, очень правильно, очень важно определить грамотную тактику защиты. Ну, дай бог, чтобы вот этот забор, это была единственная проблема в бизнесе, вот, конкретного предпринимателя. Не так. Даже, что это единственная причина, по которой бизнес несет убытки. Рынок меняется. Действительно, заявляют, платежеспособность в силу определенных причин снижается. И, ну, я говорю, вот убрать забор, наверное, это, ну, проще, чем все проблемы, о которых сегодня в том числе говорили. Но, что вот подчеркну, вот коллега сказал, что очень важно подумать о политической составляющей, а почему бы вот нам не подумать о людях, которые питаются там в этой стране. Вы знаете, я очень долго думала, да, где заканчивается та грань, где мы вправе с вами вмешаться, ну, органы исполнительные, законодательные, ну, уже бы затем в судебную власть. Вот пока предприниматель, либо тот, я не знаю, сотрудник аэропорта, которому негде есть, либо пока он не придет к тому, что надо что-то с этим делом, как минимум обратиться, ну, наверное, ничего не изменится. Я объясню, почему. Знаете, ну, чисто по-женски. Заходишь в магазин, и когда вам помочь, вам как-то это, ну, начинается вот такое вот. Я как уполномоченная, возможно, я перестраховываюсь, ну, в связи с теми ограничениями, которые, ну, накладываются на статус человека, который исполняет обязанности государственной должности. Я не вправе прийти, вот не зря же говорит бизнес, да, Господи, не мешайте нам. Поэтому я не вправе приходить и говорить, у вас есть проблемы, нет проблем, ну, расскажите. Я говорю, в лучшем случае мы ставим на мониторинг. Мы мониторим ситуацию, там есть проблема, сроки разрешения ушли, мы в части свои какие-то мероприятия провели, мы ее мониторим. Но только в том случае, если предприниматель обратился. Тогда мы даже если, как здесь, ну, здесь, понимаете, можно давать любую оценку на огрузку, ну, здесь по факту, вот имеем ровно, во всем ключе, из тех изложенных событий, которые сегодня были изложены, вот здесь сегодня и так. В части антимонопольного, ну, заключение уже есть, и оно не было оспорено предпринимателям. Возможно, он с этим заключением согласился. Мы не вправе ему диктовать и навязывать себя и свои услуги. А вот что касается граждан, да и бизнес-сообщества в том числе, именно поэтому есть и самая общественная организация, общественные приемные. Именно поэтому я составил во всей большой четверке бизнес-организации, которые у нас существуют на регионе, чтобы вот всю эту информацию получать, чтобы ее мониторить, чтобы по факту сделать какие-то системные выводы, предлагать системные решения, в том числе на площадку Волгоградской областной думы для разрешения, урегулирования вопросов. А вопросов очень много. Это у нас не сегодня с вами грядет и налог на имущество от кадастрового оценки, Михаил Александрович, да, у нас масса вопросов, которые у нас еще впереди. Я надеюсь, что ситуация разрешится. И не факт, что вот, я говорю, на мой взгляд, мы постараемся со стороны уполномоченного, хотя это по факту, хотим мы того или не хотим, это спор хозяйствующий субъект, но мы посмотрим, что было, как отработаны были обращения предпринимателей в те уполномоченные органы, в которые он обращался и вел переписку. Посмотрим, все ли ресурсы там используют, пообщаемся, но и безусловно мы надеемся разрешить проблему, как и не только эту проблему. Проблемы есть, наверное, их нет только у того, кто не работает. Я хочу сказать большое спасибо вам, Ольга Владиславовна, за то, что пришли на нашу программу, за то, что познакомившись буквально за несколько часов до съемок с потерпевшей пока стороной, с истцами, я очень надеюсь, что проблема с этим кафе, а также пользуясь услугами аэропорта, разрешится. Я благодарю всех гостей, всех участников нашего ток-шоу сегодня, Михаил Александрович, Дмитрий Александрович, Николай Дмитриевич. Спасибо, что пришли, что обозначили, на мой взгляд, очень важную проблему, которая есть в нашем городе, в бизнес-среде, в среде малого-среднего предпринимательства. Я благодарю наших гостей, я желаю, чтобы и ваши проблемы были разрешены, но я так понимаю, что они уже стоят на контроле в органах власти. А наших телезрителей я благодарю за внимание. Напомню, что вы смотрели ток-шоу «По правде говоря». С вами был я, Сергей Мазанов. Не переключайтесь.